Ну, снова здравия, воины, и сегодня мы продолжаем рубрику критика цельнозорок, точнее раздел на поржать, а это почти налагающийся друг на друга раздел. В первой части этого мартизонского балета я немножко разобрал Павла и его как бы морально-этические некоторые аспекты, что он совершенно не зная ситуации, не разобравшись, полез с какими-то суждениями. А сейчас пришло время разобрать вторую часть, более серьезное, скажем так, обвинение наезд Игоря Баяновича, и это займет некоторое время, и для этого необходимо рассмотреть прежде всего, собственно, сам стрим, чтобы понять, с кем, с какими людьми мы имеем дело. Как в анекдоте, что называется, а судьи кто, поэтому сяди поудобнее, водички там, кофейку, чайку, кто что, и поехали. Ну, тут сначала, оказывается, я забыл упомянуть кое-что еще про Павла, его точку зрения некоторую. Ну вот, послушаем немножко, и я, естественно, скомментирую немного, как смогу. Не вчера. Он же идет уже, так сказать, своим чередом каким-то, и нагнетают его как-то именно сами люди. То есть понятно, что проблемы есть, они очевидны, их нельзя отрицать. Но в большинстве степени проблему, которую можно решить гораздо проще, ее сильно, чересчур, чрезмерно раздувают. Я немножко ускорю, да. Именно напитывают, усиливают и очень-очень насыщают. Да, вот допустим, как я это для себя отслеживаю, именно в своем опыте, в своей работе. Давай. Когда я только изучал регрессию, то общество, такое, так скажем, эзотерическое общество, говорило, вот, биометрия — это начертание зверя, это знак какого-то там нехорошего энергетического сущности, это там, это так, это так, это там твою душу отпечатки ставит на ней. Ну, то есть разные теории, разные какие-то там выводы, разные ситуации, по-разному это все так поднималось и обсуждалось, и такие приходили какие-то доводы разные люди, что, ну, то есть не знали, чему прям и верить. А я уже тогда еще, то есть два года назад, там, два с половиной, я говорил, что, ну, да, это может быть на энергетическом теле и ставит какой-то отпечаток, какой-то след, но не больше, чем обычное. То есть если взять нашу энергетику, так оно все в отпечатках и в следах. Порой сам не замечаешь, как оно... За себя говори, пожалуйста, Паша. Оно точно так же, ну, ничего не несет, ни больше, ни меньше, чем обыденность. Но при этом из этого раздували, что это вот какое-то там начертание сатаны и так далее. Затем переключились из этого, из биометрии, да, стал какой-то другой вопрос. Я не помню, но, по-моему, все начали хайли. Только не говори слова, которые запрещены. Ну, вот уже из этого можно сделать некий вывод о профессионализме, скажем так, и уровне интеллекта Павла, и уровне изучения его вопроса. Да, конечно же. Это нормально, что куча следов, отпечатков и подключек и прочего на каждого. Это порядки вещей. А биометрия? Да что, да это фигня, конечно. Ну, снимут тебя полностью цифровую копию, включая ДНК. Да что такое? Да, это фигня, что это магия Вуду только круче, а магия Вуду работает. Это принцип магии, сделать некое подобие, сделать что-то с этим подобие, как с куклой Вуду. И это как-то отразится на... Это основа магии, это отобразится на реальные вещи. Да, фигня, что это на компьютерном уровне, на цифровом уровне, это еще и получается квантовая симуляция. Компьютерная симуляция очень точная, и там можно просчитать буквально все, все детали взаимодействия. Фигня, что у кого-то будет доступ через квантовый уровень к тебе. То есть, с помощью биометрии можно сделать квантовую копию, что сейчас и делается, собственно. И у этой квантовой копии вдруг может обнаружиться рак, подсажена. И, поскольку это есть квантовая копия, это будет на цифровом уровне у тебя. А поскольку на цифровом квантовом уровне это есть уже у тебя, то на физике это вылезет вопрос времени, там плюс-минус неделя, это уже пофигу. А, паша говорит, да фигня все это, ну вообще пройдет, и так сойдет. Давай, давай, всем биометрию. Это мандец какой-то, мандец, но едем дальше. Я не знаю, запрещены ли мне, вышки. А, да-да-да, запрещены ли мне, нельзя, да-да-да, запрещены ли мне, нельзя, да-да-да-да. Все, закрываем лобочку. Все, шагантовка закрывается. Вышки тоже, начинали раздувать, что вот-вот их сейчас запустят. Это где-то, может, полтора года назад было, да, и ну все, то есть, ну все, вот осень. Так запустили давно и потихонечку прессуют, думаю, еще особенно народ, не Пашу, Пашу это не колышет. А вот те, кто может оказать сопротивлением, те, кто понимает, что и идет определенная частотная дебилизация, потому что уровень интеллекта некий, это тоже частота, эту частоту можно глушить. А для Паши, не, Паши они не опасны. Но проблема в том, что он не говорит за себя, что для меня вышки это фигня, мне не отупеешь, ну там нечего отупить. Он говорит за всех как-то. В мире регрессологии. Вот какие-то термины, как у Вики там, сектор первотворца какого-то, мир регрессологии какой-то. Он потерялся в своих терминах, в своем мире придуманном. Ну, ладно, ну можно посмотреть дальше, а потом перейдем к Игорю. Вот как раз два года назад осенью, вот-вот сейчас запустят вышки, начнется жатва, и нам всем просто кердык. Я тоже говорил тогда, что ну нет, ну нет, просто нет, ну такого быть не может, это все в чьи-то фантазии. Есть люди паранойки. Конечно, есть паранойки, да, я один из них, и вот Игорь меня в этом обвинил, но если ты паранойка, это не значит, что с тобой не следят. Пусть Игорь докажет обратно, но мы к этому еще перейдем, к Игорю. Да, это фигня, то это объекты двойного назначения, что их намного больше, чем нужно просто для связи, и они в деревнях стоят, причем в деревнях интернет-херовище. А просто до чего вышки, они явно не для связи. Естественно, что через них интернет-вещей говорили будет, но сейчас мы выясняем, что с помощью почему-то тел уколотых интернет-тел и интернет-мозгов, интернет-сознаний, то есть хайв-майн, роевое сознание будет, говорят, проективно, нет, роевое, но я это уже все сто раз обсуждал. Да это фигня, вышки, что это фигня, пули ставят, нормально, птицы валятся, люди застывают, а это все фигня. Да, Паша, да, молодца, давай дальше. Паранойки, и они любят это раздувать, потому что это их программа, а программа та, о которой ранее вот говорила Неля, да, что это идет все с детства, и со взрослой жизнью, с его какими-то непреодоленными эмоциями, непреодоленными жизненными ситуациями, его программы усиливаются такого человека, и паранойя, она становится бурной такой, очень объемной, и такие люди, они раздувают эту информацию. Да, эти вышки действительно вредны, они действительно влияют на здоровье и энергетику человека очень негативно, но они его не убивают, ну или, по крайней мере, знаешь, как сказать, убивают медленно. Мертвого не убьешь, что ты завтра проснешься, а у тебя вышка такая над тобой стоит, и все, и убивает меня. Воздействие на энергетику есть 100%. Так вы знаете, что вообще не только 5G, даже вот монитор, напротив которого мы сидим, он капец как воздействует на энергетику, просто еще хуже, наверное, чем эта вышка, но мы же его не боимся, и никто не кричит, не смотрите в монитор, он вас убьет. Вообще, если разбираться, то радиоволны, телевизионные волны, вай-фай, вот это все мы постоянно с утра до вечера подпадаем под эти влияния, каждый день. Причем вот эти все 6, 7, 8, вот эти все, да, они уже давно присутствуют у военных, они давно ими пользуются, они давно есть у нас, нас окружают, понимаете, с космоса, с самой планеты. Вот и логично все, но сейчас он перейдет, это техника гипноза, но и сначала говорить то, что совпадает полностью логично, с твоей точки зрения, ну, очевидно, чтобы вызвать технику трех, да, там, алексоновский, милтоновский гипноз. Вот, вообще, Игорь специалист по гипнозу, и могу показать, даже тут где-то я искал, его ролик есть. И защищает наше подсознание от ненужной информации, от внешних, от внешних источников. Вот, Игорь считает себя специалистом по гипнозу, вот даже есть про боевой гипноз и разновидности гипноза, говорит. Вот, поэтому прекрасно знает, как вести и подначивать, как провоцировать людей. И Паша прекрасно ведется, и я сейчас это покажу. Но сейчас он благополучно использует техники гипноза, медленно поводя, и как вот по окну Авертона, только это психологии. Сначала да, однозначно то, что согласен, потом то, что как бы, ну, почти да, а потом уже выводит человека на согласие с тем, с чем он раньше бы не согласился. И вот, очень хорошо, и просто, ну, есть чем поучиться, наверное, хотя лучше этому не учиться. Ну, просто, значит, такое есть. Вот, на примере даже этого стрима, смотрим. Сама Солнце, оно излучает такое количество радиации и волн, что, ну, то есть мы ходим по этой планете, наш организм уже давно к этому всему адаптировался. Но люди почему-то, знаешь, у меня вот... Мы ходим по этой планете, да, организм адаптировался, но вышек-то не было, и к вышек адаптации нет. Но он так подводит, что к вышкам адаптировались. Ну, классно, манипулятор, просто великолепный манипулятор. Смотрим дальше. Больше всего удивляет, когда я говорю людям, к примеру, да, насчет вот этих вот полос на небе. Говорю, ребят, там есть обычное объяснение этому всему. Когда я начинаю объяснять, людям становится не скучно. Я разбиваю их какие-то доводы на жизненные позиции. Вот они в это... Ну, например, ну, расскажи, давай. И вот это первая претензия. Тебе разбей, разбей эту жизненную позицию, что полоски — это определенный проект, точнее, ну, один проект, но много целей у них, в том числе и нас подравить. Ну-ка, давай, мы сейчас к этому вернемся. Он постепенно вводит нормализацию сатанизма и оправдывает его, оправдывает уколы. И я сейчас это все объясню. Он оправдывает полоски, как бы это мягче сказать. Да, ну, назовем это полоски радости или полоски в небе, не важно. И так далее, и тому подобное. И я сейчас постараюсь это как смогу максимально подробно, детально объяснить все его претензии и все предъявы, можно сказать так, пользуясь терминологией Александра. И мы перейдем плавно к Александру. Собственно говоря, потому что я хочу поставить все точки над «и», чтобы понять, с кем и с чем мы имеем дело. Игорь, например, в случае с Игорем. С Пашей это все понятно. Паша ведется просто на ура на все манипуляшки Игоря, поддакивает. И, собственно, Игорь успешно за, допустим, полчаса разговора сможет изменить мнение. Я просто знаю, уже поизучав его техники, Милтонский, Эриксоновский гипноз, мнение Паши по некоторым вопросам вот в лед. И, собственно, почему Паша тогда и отстаивал, точку зрения некоторую, вот когда он говорит, что якобы столкнулся, вот эта брехня год назад, с тем, что человек от меня физически пострадал, с тем, что тогда Пашу очень хорошо пробили, перекодировали такими вербальными программками, буквально, ну, плюс еще энергетическое. И он неделю ходил сам не свой, но он этого не замечал. И именно поэтому Паша для меня уже, ну, не о чем с ним разговаривать абсолютно. Ну, смотрим, как вот Игорь манипулирует и нашим сознанием, пытается, и Пашиным, и только Нелли молодец, ему сопротивляется. Причем неплохо. Просто это весело. Для меня это было весело, ну, не очень познавательно, но весело, потому что рубрика, опять же, на поржать. Не иначе, просто на поржать. Это Паша идет по пути канала Альфа Ментал. Просто, наоборот, лавры Вики, этой крэйзи бабуськи, ему просто покоя не дают, видимо. Смотрим. То есть, вот, раз все плохо, можно еще дальше себя травить и валить. Абсолютно верно. Да, Игорь, да. 20, как минимум, да? То есть, и куча-куча всякого-всякого-всякого. И тут вдруг, вдруг, понимаешь, что-то происходит, и люди говорят, а вот сейчас нас хотят уничтожить. А ничего, что вас уже уничтожают как лет 300? Ну, не 300, а 200. Ну, 300 было первое начало, и ты, он прекрасно все знает. Он не случайно цифру произнес. Так и позже он произведет цифру 12 и 15, то есть 3 и 6. Ну, это масонские коды. Но он, естественно, не масон ни разу. Я не утверждаю, что он масон. И я тогда не утверждал. И я это поясню. Я лишь фотки показал, которые он же мне переслал и спросил. А вот не случайно, Лиса, бывают ли такие совпадения? Ну, ладно, идем дальше. Просто каждый день вы вот сами себя убиваете. А люди как-то, знаешь, ну, любят конспирологию, любят эти все, знаешь, вот насчет того, что отписываются люди. Я спрашиваю, что ты отписался? Канал стал неинтересный. Я говорю, блин, я хочу дать информацию для саморазвития людей. То есть я немножко хочу перенаправить, так сказать, тематику канала. Люди отписываются и пишут, мне просто стало скучно, мне неинтересно, понимаешь? Вот. Ну, логично, потому что люди чувствуют, запашок немножко, чувствуют пустышку к вопросу, кто ты, я расскажу. Вот ты мне задаешь вопросы, кому это надо. Я вот поясню, кому это надо и почему люди отписываются чуть позже. Именно, когда вот будет разбор вот именно твоего наезда, твоей тирады в мой адрес. Вот. И что с этим делать с людьми? Как ты ему объяснишь? Мы эту тему давайте вот затронем. Ну, на 14 минутах тоже кое-что интересное есть, и сейчас я к этому перейду. Чуть позже, тут вот интересный вопрос задали. Сейчас много пишут о солнечной активности в сентябре или это очередное бла-бла. Про активность ничего не знаю, а то, что сейчас, как и всегда, я не знаю, это какое-то обострение или что-то, как-то там ссылки пересылают. То есть, ну, а по факту, ну, я тогда говорил, что это все не то. Вот насчет энергетики. Вот, говоря, знаешь, что вот это вот сейчас, вот эта модная вот эта фигня, которая сейчас во всем мире происходит, говорят, что оно само по себе, оно ничего не имеет. Но это из-за того, что люди об этом думают, они создают и Грегор мощный, то есть мощную энергетику. Эта херня, она на самом деле материализуется и начинает реально существовать, понимаешь, именно в энергетическом пространстве. Вот спрашивают, как, кстати, вас зовут снизу, девочки. Хитро зашел, хитро зашел, причем вскользь, чтобы это не вызвал никакой аналитики, сразу перевел тему, то есть он закинул в подсознание идею некоторую, перевод, перенос вины, перевод кармы и сразу идет дальше. Вот такой квадратик, интересный черный квадратик, но перстенек, ну, ладно, бог с ним. И шестиконечные соты, наушники, ну, все совпадение, я паранойку, забыли. Так вот, он сказал, что вот уколы ничего не содержит, это реально для здоровья. Вот то, что он сказал, уколы только для здоровья, это все забота о здоровье, QR-коды и всякая фигня, все, что сейчас происходит, уничтожение прав и свобод, конституции, свободы экономики, человеческого мнения, права любого и так далее. Ну, я об этом много роликов уже сделал. Это все фигня, на самом деле это безопасно очень. Он сказал прям, что нет того, что люди говорят, те опасения, что высказывают, они не обоснованы по это. И лишь люди своим вниманием накачивают, материализуют это. То есть, это люди запихнули графен в уколы, это люди принуждают, это люди разгоняют забастовки, как в митинге и так далее. Это люди сделали мутацию МРНК, запихнули мутацию ДНК, это люди заставляют светиться кровь и магнититься вместо укола, а в дальнейшем все это люди вызывают побочки, требует и так далее. Вот что он сказал. Вот якобы есть такое мнение, это все люди виноваты, только своим мнением они все это мотивируют, они заставляют находиться людей уколотых по Wi-Fi или Bluetooth, уже пофигу. Вот это вот тролль, тролль. Вот так он троллит, вот так он вбрасывает мнение. И я понимаю, почему люди отписываются, я понимаю. И он еще раз об этом упомянул, опять же обвинив людей в отписке, людей. А к чему приписываться-то, Игорь? Какая твоя позиция? Говорить, что полосок нет, что конспирология это все туфта? Говорить, что уколы полезные? Отрабатывать приемы НЛП и гипноза, вбросов таких. Да мне замысловцев хватило, с их пародией на меня, как они в пародию вложили программу и так далее. Это все на канале есть. Мне Агутина хватает, мне Вики хватает. Она у нее там это семикрылые всякие, черноморы и так далее. Пиндеры. Всякая хрень, я уже забыл, сколько именно она меня именами. И так далее и тому подобное. И вот не надо людей обвинять в чем-либо. Не надо. Ну, то есть какие-то там пару десятков, пару, может быть, сотен людей отписываются. И Игорь спросил несколько человек, то есть по какой причине они отписались от его канала. И ответ вот как бы, ну, не то чтобы удивил, а ответ был такой, что раньше я просто это сопоставил и со своим тоже, ситуацией со своей. Раньше было интересно, раньше были новости, раньше был какой-то экшен. А сейчас он там чему-то учит, что-то рассказывает, в общем, туфта какая-то. И я это сравниваю тоже с собой, потому что когда мы выдавали другую информацию, смотрело намного больше, была очень огромная активность. Паша, ну, сравнил ты Пенни с пальцем, несравнимые вещи. Ну, во-первых, Игорь, по Игорю, скажем так. Мойший Игорь. Первое. Он затащил на свой канал интервью с разными людьми, подписчиков разных каналов, не имея своего стержня, не имея своей идеи, не продвигая какие-то свои позиции к вопросу, кто ты. Игорь, а кто ты? Что ты есть? И кому это надо? Ты мне задал вопросы. Ответь себе на этот вопрос. Ты затащил аудиторию будильника. Там явно позиция понятная по уколам. Люди борются за свою жизнь, за свое будущее, за свою индивидуальность. А ты сейчас пытаешься нормальность новую пропихнуть, и мы к этому перейдем. Игорь, естественно, этой аудитории ты не интересен, Игорек. Моей аудитории ты не интересен, хотя интервью. Также Астрон и так далее, и Бобров, которые про полоски в небе рассказывают, что это опасно, и они есть. Ты говоришь, что это нет, и скидывают, мол, керосин. Но я сейчас докажу обратное. И покажу, как ты жидко пытаешься пукнуть мозгом, но не получается. И не надо обвинять кого-то. И у Паши такая же ситуация. Павла смотрели из-за целенозора и монады, когда мы работали. И действительно с 300 до 15 или с каких-то тысяч поднялось. Затем был большой провал. Муна ушла. Это не было такого, что вот сразу к Мише нет. Мы полтора месяца искали ей все вместе, ищут пожарные, ищут милиция. Пару, в хорошем смысле, с кем работать. Я могу показать письма, которые я писал разным регрессологам. Вот этому Сергею канал, там, регрессии в прошлой жизни, что-то такое. Ну, такой вот с косичкой и усиками. Он около 15 лет занимается регрессией. Он там забыл, как ее. Казашка такая сложная, забыл я. Работал. Ну, с разными видящими стиперами. Я, как бы, в хорошем смысле ее ему сватать хотел. И все это я могу доказать. У меня есть письма где-то там. И он говорит, ну, она типа новичок, а с новичками сложно работать. Ну, вот. И ВКонтакте. То есть, потом несколько недель Мона вообще не работала. Ни с кем. Ну, мы там общались просто и все. Мне, как я мог бы вестись в сеансе, но у меня немножко другая специальность. И мне это не интересно. И, зная, что Миша тоже что-то может, потому что мы с ним общались, видит, я посоветовал попробовать. Ну, попробовали, получилось. Это не было предательство Паши там вот убежала лучше там где-то. Нет. Это просто невозможность заработать с Пашей, потому что, ну, невозможно уже с ним работать. По всему разных причин, о которых я упомянул ранее. Идем дальше. Так вот. Перестали смотреть. Потом начал Паша громкими названиями завлекать. Но мало что изменилось. Просмотры реально там упали 1-2 тысячи. Неважно. Но, опять же, в Ютубе это нереальное количество просмотров. Они накручены. Дело не в этом. В Телеграме реальные. В ВК реальные. Ну, там нет смысла скручивать. Там из поиска скрывают. А вот те каналы, которые туфту гонят, Ютуб накручивают. А когда говорят правду и то, что не нужно мейнстримение, медиа называется глобалистом, они скручивают. Как только начал гнать туфту, искусственный интеллект начал повышать просмотры. Хотя по комментам ничего не поменялось. И вот после ухода целеназора с Монадой, да, такая ситуация произошла. И только не надо выпуклое с тяжелым сравнивать Пашу. Это абсолютно несравнимые вещи. И не надо людей обвинять в тупости, что они такие вот недалекие. Вот, Паша, ты обвиняешь и не уважаешь свою аудиторию. Ты ее развлекал, а сейчас вот серьезные вещи какие-то перешел. Чему ты можешь научить, Паша? На мой взгляд. Или мало, или ничему. Мягко говоря, заблуждение. И поэтому люди отписываются. И не надо тешить себя иллюзиями в том, что люди такие тупые и не ценят, мол, то, что ты несешь. Великую истину. Ни хрена подобного. Фух, едем дальше. Но когда мы начали развиваться далее и поняли, что пришло понимание, осознание, что эта информация не совсем верная, зачем ею пичкать людей, нас стали смотреть меньше. Значительно. Вот. Потому что ты пичкаешь ерундой и начали смотреть меньше. Следующий интересный момент на 44 минуты. Сейчас перемотаю. Перемотал и смотрим вот еще один интересный, интересный момент, он больше касается Игоря. Купите себе вибраторы, вибрируйте себе на счастье. Вот. Повышайте вибрации. Я шучу, конечно. Я же говорю, сегодня у меня такое настроение. Ой, юморист. Ну ладно, ну давай, я поюморю и поматерюсь, как и ты. Ты себе позволяешь. Ну, не вопрос. Будем твоим уровнем, Игорек. Будем. Хороший. Я сегодня нетипичный Игорь. Сегодня, да, у меня кляма немножко сдвинута по фазе. Я не придурок. Юмор — это хорошо. Я не придурок. Хотя кто его знает? Все относительно. Ну, по крайней мере, честно. Даже плюс. Не придурок, это плюс. Не все так безнадежно, Игоря. Не все. Верите в такое? Даст необходимый эффект. Вот, вот, интересный момент. То есть, он пытается нормализовать тему уколов. Вот тему полосок он уже, типа, высмеял и попытался материализовать и нормализовать. А сейчас высмеивает все сомнения по поводу уколов. Смотрим. Какой человек тянется к свету? Вот есть вот насчет вот этой вот темы вопрос. Я не говорите. Это как же ты подошел ловко. Да, я подошел ловко. У меня еще есть картинка такая похожая. Смотри, вот такая вот, смотри. И все, и YouTube, все. Все, все, YouTube, все. Не может он пока картинку считывать. Вопрос. Верите ли вы, что люди, которые сделали вот это вот, превратятся в зомби? Верите в такое? Только без слов, пожалуйста. Картинку могу. Причем здесь верить или нет? Ну, можно сказать, так это или нет, на ваш взгляд. Есть ли какие-то обоснования? Вера — это бездоказательное что-то, но он манипулирует именно к подсознательному. Понятие вера — это к области подсознания. Он манипулятор подсознания. Ну, хорошо, я паранойя, но накапывался. Но вот он пытается высмеять, и так-то смешно. Напоминает мне одного чудика, который пытался меня высмеять. Когда я показал полутораметровый слой костей на глубине 12-14 метров в орле на раскопах человеческих костей, а он потом тролль, участвующий в этих раскопах за 30 серебряников, продавший свое сознание и душу, не знаю, показывает, мол, что это какие-то кости коровок, он говорит, вот это говядинка, ры-ры, так же, ры-ры, как этот. Ну, психологи же высмеять надо. Они через эмоции давят. Ры-ры — это область эмоций. Это я делаю паузы, это я говорю людям думать, самим обязательно анализировать. А он через эмоции. Гы-ры. Но потом, когда я показал этому троллю раскопки такие же, но с человеческими черепами в этом же слое, буквально 200 метров дальше, что-то гы-ры не было, никакого разоблачения моего следующего ролика не было. И сейчас я уверен, что я сделаю ролик, объясню, кто есть ху. И, ну, я очень буду ждать, если будет разоблачение этого моего ответа, Игорь. Я жду просто вперед. Ну, вот смотрим, что он делает. Вот он высмеял. Он постарался высмеять вот эту тему. Ранее он говорил, что только и Грегор все делает. А сейчас, я же говорю, ну, вообще смешного. Блютуз находится, магнитится. А что такое блютуз? Это обмен сигналами через биокомпьютер. У мышек инсулин вырабатывали, меняли поведение мышек и так далее. И все в обход сознания мышек. Какую зомбирование? Ну, зомбирование – это лишение собственного воли. Какую, собственно, воля у мышек, которых вот я уже делал, разбирая, собирая пазл с уковами, я все объяснил технологии, которые были. Я объяснил все патенты, что это все заранее готовилось. Давно. Да? Чуть не туда нажал. Я разбирал много новых интересных вещей. Вот, например, патент. Система и метод для тестирования на COVID-19. Патент 15-го, блядь, года. Иначе не скажу. Все это готовилось давно, а ему г-г-г-смешно. Но дальше более интересная вещь. Там на час 25. Там вообще ржака. Не то, что г-г-г. Там можно оборжаться. Как он пытается успешно манипулировать. А Паша на все это ведется, поддакивает. Да-да. Час 25 там где-то. Сатане. Но я вас хочу разубедить. Те, кто никогда не изучал сатанизм. А я говорю, что я изучал не только христианство. Он тут пытается нормализовать сатанизм. Нормализовать. Он изучал сатанизм. Да надо же. Сатанизм, буддизм и все остальное. Гипноз, регрессию. Я все многое изучал. Я могу сказать одно. Что сатанисты... Там не другая идеология. Диалогия сатаниста в том, что ты есть Бог. Получается, что все... Круто. И как он подводит. Вообще супер логика. Развиваются все сатанисты. Все, кто двигается в направлении саморазвития и прокачки в себе каких-то способностей, тоже сатанисты получаются. Потому что сатанизм, он подразумевает под собой идеологию того, что сатана, он пошел против Бога и захотел стать Богом. И вот сама идея сатанизма в том, чтобы человек стремился к саморазвитию и приблизиться к уровню Бога. Конечно. А зачем тогда педерастия, оргии и убийство других людей? Зачем жертвоприношение? Зачем постоянно, вот недавно было в Подмосковье, там еще что-то сатанистов осудили, потому что 8 человек вывезли в лес и убили. Ну, по чуть-чуть воровали и там какие-то убивали их. Игорь, если ты Бог, нахера тебе убивать кого-то? Игорь, ответь на этот вопрос. Я тебе задаю конкретный вопрос. Ты называешь меня параноиком. Я говорю, что сатанисты это откровенное зло. Ты их оправдываешь. Объяснись, пожалуйста. Потом я объясню, почему я опубликовал другого человека, скажем так. Так, вот, чувак топит за уколы, за полоски в небе, говорит, что это нормально, все это фигня, ничего не стоит. Да, у нас везде трави, да, давай там еще бутылки. Хотя, мол, их нет. И так далее и тому подобное. А сейчас оправдывает сатанизм. Ну, это просто, ну, это предел какой-то, это предел, это дно. Но дно еще впереди, сейчас еще постучат. И Паша кивает, да, говорит, нормально. Если кто не в курсе, опять-таки, перед тем, как что-то утверждать, просто изучите тему. Вот полностью согласен. Прежде чем что-то изучать и вякать, открывать рот, Игорь, изучил бы тему. Почему, что и когда в случае, в моем случае, например. Ну, я очень рад, что ты вякнул, потому что я поизучал тему тебя. И сейчас могу тоже разобрать и свое мнение тебе сказать. Что я и делаю. Вот это замечаю конкретно постоянно везде в интернете. Люди что-то говорят. Вот, например, там, полоски на небе. Ну, вы понимаете, о чем. И они говорят, нас травят. Я говорю, ну, смотрите, элементарная вещь, ребят. Если нас травят, почему деревни, на которых этих полосок много, не вымирают просто стадами эти люди? Почему там не вымирают? Да, то есть нету сосредоточения каких-то воспалений, там, болезней. Ну, во-первых, есть. Не бзди, поизучай вопрос. Во-вторых, ну, сейчас давай дослушаем тебя, твою мыслю. И я ее прокомментирую. Такие территории, где их очень много, этих полосок на небе. Я объясняю, что это просто территория, где сбрасывают лишку самолетов. Солеты всегда берут лишку, запаску с собой топлива для того, чтобы, если, например, что-то произойдет, какой-то конфуз в полете, чтобы у них был запас. Чтобы они там могли круги наматывать, если полоса запас. А в Сибири, да, рейсы, Япония, Лондон, которые над Сибирью летят, постоянно сбрасывают. Поизучай вопрос, ты кого лечишь-то? Сейчас попробую найти подтверждение кое-чему. Вот, например, например, самолет не ушел от грозы. На Украине разбился самолет Ту-154 Пулкова, следующий из Анапы в Санкт-Петербург. Катастрофа могла произойти из-за погодных условий. Самолет попал в сильную турбулентность и в грозу. Почему он попал? Потому что грозовой фронт обычно надо уходить, ну, обходить. Он экономил топливо. Объясняют. Это не теракт, это просто попало молния. Хотя грозовой фронт надо обходить. Они не стали обходить. Ресурс был. Все должно было быть нормально. Получив метеосводку, командир решил продолжить полет по прежнему маршруту. Потому что они экономили топливо. Административно-учебный фактор. Самолет не заправлялся в Анапе. Вот тут где-то сказано. Так. Да, вот где-то буквально было сейчас. А, вот. Директор сообщил, что томолет в Анапе не заправлялся. Намекая на то, что если катастрофа могла быть связана с топливом, либо отсутствием такового. А вопрос не к тему, а кави-компанию топлива Пулкова не заправлялся. То есть, в другой версии там было прямо написано, что не было лишнего топлива вообще. И таких случаев много. И не надо тут бздеть, мягко говоря. Пытаясь выдать. Черное за белое, как обычно любят масонерия. И это называется хуцпа у некоторого народа. Это не сброс топлива. Есть куча фоток, роликов и видео различных. Показывают, что это не из двигателей. Это не из... Это именно белый порошок. Есть куча замеров. Есть случаи срабатывания этих систем при взлете. И до взлета прямо в аэропорту, как вот идет струя белого чего-то. И это не топливо. Это порошок. Не надо тут лапшу на уши вешать. Игорь. Просто не надо. Это неуважение к своим слушателям. Ты сам долбоеб. Либо твоим термином ты начал ругаться. Либо с наших слушателей за долбоебу принимаешь. Почему не травятся деревья? Ну, давай дослушаем и объясним. Когда они должны приземляться, они сбрасывают пилишку, чтобы не было нагрузки на шасси. А люди говорят, что их травят. Я говорю... А каким образом нагрузка на шасси свято? Что это... Не запроектирована такая нагрузка-то? Такие слабенькие шоссе... А что, потолще нельзя вставить шасси? Что за бред? Потому что военно-транспортные самолеты при полной нагрузке и при полных баках должны сесть. И они садились. Антей с бураном сел. И так далее. Там много чего еще. Не надо придумывать. разную херню. Да, при аварийных ситуациях, аварийных, когда вот так падает, до... Когда вот никакой электроники, никаких систем... Да, происходит запрос. Но только при аварии, чтобы при некоторой ситуации нечему было загораться. Не надо опять-таки лапшу на уши вешать дружи, которая совсем не дружит. Ребята, если вас травят 10-30 лет этими полосками, вы там должны были все уже зомби стать, понимаете, на той территории. Есть очень много объяснений вообще всему, да. То есть, есть люди, вот на самом деле, боги есть, которых мы все прекрасно понимаем. Кто они и что они, о чем я сейчас говорю. Есть люди реально, которые на Ютубе шизоидные. То есть, у них есть реально расстройство психики. Понимаешь? Это ты про себя, что ли? Давай имена в студию. Нужно сразу, ну, как бы понимать, где человек адекватный, да, и когда он там говорит некоторые вещи там для пиара. А есть люди реально шизоидные. Вот я смотрел сейчас недавно, есть такие каналы интересные, там, где показывают записи людей из 90-х, в всех больницах берут у них интервью. Они там... Это я в разборе Викуси показывал. Не из 90-х это, а из 80-х, ну, и 90-х тоже. Ты смотрел. Молодец. Еще скажи, кто тебе на это вывел. Медфильм называется. Отвечает на вопросы. Вот я посмотрел и сказал бы, вот этот вот чувак бы в наше время стал очень классным блогером. Он упреждает, что он общается с инопланетянами. Может, он и есть сейчас где-то блогером. А может, сейчас он и есть блогером, да, один из вариантов. Поэтому есть, как бы, знаешь, вот есть люди просто, которые сравнивают вас, например, и контактеров, да, вот этих вот законтаченных, то есть, знаешь, которые... Янша, с инопланетным созданием, которого зовут там Астропупик, вот, и он мне рассказывает, что завтра будет, там, не знаю, завтра будет порабощение всей планеты, там, да, либо идет война добра со злом. И все люди... Или есть люди, которые в это верят, понимаешь? То есть они перестали смотреть на ТВ, начали смотреть на Ютубе таких вот ребят, которые контактеры, там, он сидит, мне в детстве вживили в пятую точку чтобы не было нагрузки к саморазвитию и приблизиться к уровню Бога. Вот если кто не в курсе, опять-таки, перед тем, как что-то утверждать, просто изучите тему. Потому что я вот это замечаю конкретно постоянно везде в интернете. Люди что-то говорят, вот, например, там, полоски на небе, ну, вы понимаете о чем. И они говорят, нас травят. Я говорю, ну, смотрите, элементарная вещь, ребят, если нас травят, почему деревни, на которых этих полосок много, не вымирают просто стадами эти люди? Почему там не вымирают? Вот еще раз говорю, ты сам долбоеб, Игорь? Либо ты нас, да долбоебов, поднимаешь. Почему мы не помираем? Съешь ты, нас травят определенным оксидом бария или алюминия. Ты съешь калийную соль, ложку, и ты сдохнешь, Игорь. А если ты эту ложку калийной соли под дерево высыпешь, оно все впитается и вознесет. Просто начинает, переть начнет. Потому что метаболизм другой. И не знать этого, это значит не знать, не ходить в школу, не знать азы биологии, метаболизма людей и растений. Это просто бред. Не знаю, как фитосинтез устроен и так далее. Тоже к этому доверие мало, тем не менее. Я еще из бытности, когда работал, вот тут было написано, вот еще моя визитка, исполнительный директор, Викинг Агро есть такая контора, хорошая контора. Вот я там свой логотип дал, но это было там, не знаю, с 12 по 15 год. Так вот, все, что я говорю, я подтверждаю, как-то, как могу, на том уровне, как могу документами, максимально детально. Так вот, там химии травили, опасные, допустим, для насекомых. Для людей это не опасно. Там, чтобы жучки не жрали зачатки, вот, пшеничка проклевывается, и чтобы ее не жрали, там вот эти семена обрабатывали определенной химией. Она, жучок подходит и помирает. А растению пофигу на это. То же самое с растениями. Там есть двудольные, однодольные, там вот у некоторых растений сочленение такое есть. И там определенный белок образуется, который дальше позволяет питательные вещества передавать с одного сочленения в другой. Есть такие сорняки, вот такие, ну, травки, все, наверное, жевали такие травки и так далее. Вот так вот, есть определенная химия, там запах и вещества. Просто полить в воде, разбавить там, один грамм там активно действующее вещество очень мало. Разбавить на тонну буквально вот 50 грамм и полить поле. А вымрут только вот эти вот вид сорняков. Потому что это связывает именно метаболизм, именно производство вот этого белка, который дальше передает питательные вещества. Все. То же самое, то что полезно нам, не полезно деревьям и так далее и тому подобное. Игорь, если ты сам придурок, не надо из меня делать придурка. Я достаточно ясно изъясняюсь на твоем языке. Почему деревья не помирают? Почему люди не помирают? Потому что для деревьев это не опасно. Это опасно для людей. И то не для всех. Плюс это цель. Геоинжиниринг, это уже официально подтверждено, в Штатах есть расследование. Официальные документы, официальные свидетельские показания. Плюс это воздействие на психику, плюс это изоляция земли, плюс это понижение определенного контроля вибрации, так называемых, энергетики и так далее и тому подобное. Я тоже могу долго рассуждать на эту тему. Но говорить, что поскольку никто не умер, это просто-напросто керосин, который сбрасывают самолеты, это бред. И говорить, что раз мы дышим выхлопами от машин, то это нормально и позволительно тоже не нужно нормализовывать правлю людей, не нужно нормализовывать жертвоприношение, сатанизм и прочие извращения. Игорь, ты закапываешься, ну, это замечательно. Я просто показываю людям, с чем и кем мы имеем дело и почему вот это вылезшее чудо меня обсирает. Потому что критика цельнозора это диагноз и определенная позиция. Вот Игорь встал в строку либо абсолютных дебилов, коих я показываю, шизоидов типа крымский там альфаментал и так далее. Либо более серьезных масонах. Ну, конечно, не уровня замысел, не уровня там Агутин, но вот туда же. Которые под видом благого дела выдают черное за белое. С этим вопросом более-менее закончили. Переходим к следующему палевному для Игоря моменту. Вот тоже интересный момент. типа подключки и всякое взаимодействие с Игрегором будь в Игрегоре это херня фигня и нормально даже. Еще раз спалился. Ну, я объясню почему. Я все объясняю в отличие от огульных фраз Игоря. Просто параноик или я объясняю. Твои вещи вот например насчет нецензурной лексики насчет вот этих вот подключек. Если вы что-то впускаете в свою жизнь то это будет на вас влиять. Неважно это понятно классика НЛП сказать несколько очевидных верных вещей а потом впендюрить херню типа все рыбы живут в воде кит живет в воде кит рыба вот такой вывод сделать вот такие вот манипулятишки для для кого-то прокатывают хотя его смотрят там хер да ни хера меньше двух тысяч человек потому что он сам как личность никому нахер не интересен на мой взгляд он нацеплял какое-то количество случайных подписчиков разными интервью да ну и сейчас люди отписываются это нормально то что люди от какашки убегают это нормально что у людей включается мозг он набрал то в общем-то думающую аудиторию от разных людей включая меня там вели опять же ну с кем он многих проинтервировал люди ему открываются идут навстречу он упросит человек ну а удержать он не может ибо нечем абсолютно и сейчас он объясню почему люди убегают они чувствуют вот это вот нудро которое там оно пахнет и он признается в этом запаху на что это может быть это может быть даже какой-то позитивный грагог может быть негативный грагог если вы даете ему энергию вы даете ему энергию с помощью которой он будет вами руководить да частично вот я могу в контексте говорить вообще о чем угодно то есть с точки зрения постороннего человека это может быть негатив позитив эгрегор не эгрегор обсуждать я могу спокойно но пока я это не пускаю себе в сердце пока я к этому не придаю какой-то значимости это вечно меня вообще никак не может влиять я могу сейчас провести лекцию на 10 часов про демонологию и в подробности рассказать что какой демон знаки и все тому подобное как их вызывать как их призывать но опять-таки я это прошел как бы как знание да он прошел это демонология сатанизм оправдывает промывки мозгов он признает и у меня есть еще запись мы потом с ним общались он тоже много что спалился скажем так и тоже могу опубликовать у меня все записано все ходы записаны как фильм то есть что он сейчас сказал можно заниматься чем угодно лишь бы не впускать это все равно что как я не знаю старая проститутка говорит что 20 лет можно там трахаться лишь бы себя это не пускать поэтому я это ко мне никого отношения не имеет что значит себя не пускать не глотать что ли вот я не понимаю Игоря поясни то есть можно заниматься всякими грязными делами жертвоприношения только не впускать себя и типа это влияние не будет кармы за это не будет нет то есть 10 лет там убивала потом все просто закончил и все ну да взаимодействуешь типа это нормально что-то на тебя влияет но если ты типа в себя не поясни что ты имеешь ввиду типа даешь этому силу но если я не впускаешь то можно ты занимался демонологией вызывал демонов тебе это мозги все промыли всякую хотя уже нет никаких демонов все это херня ты просто бла-бла уже давно в части демонологии игорь поясник опять кого ты за идиотов держи кого хочешь наебать кому ты говоришь что можно заниматься чем угодно и последствий не будет как альфа ментал раз два три отменяю решение все поменялось что ли да выросла нога которую отрезали потому что отменяю решение ее отрезать я вот не понимаю Игорь поясни требую пояснений детального как вот я прямо ты блякнул что-то насчет меня будь добр отвечать за базар и вот этот вот вопрос тоже проясни про демонологию и то как это можно не впускать в себя и чем это когда я где-то занимался откуда и такие познания кроме как из масонской лужи ну это же другой вопрос это всего лишь мое предположение то есть я не впустил это в себя да то есть я прошел там не дать активно какие-то вещи религию прошел опять-таки все я ставил то есть я пошел да всего лишь еще что-то прошел гомосексуализм и оставил да не такой вот я не понимаю поясни Игорь механизм я не понимаю как можно оставить это ну ладно про призыв демона давай еще послушаем пошел эту ступень получил информацию познал мир с определенной там стороны и все и пошел дальше двигаться вот вот понимаете то есть есть эгрегоры если вы даете им силу влиять на себя и вы запускаете внутрь себя то конечно все на вас влияет и карты и астрология да влиять ну а как можно взаимодействовать не позволяя этому как можно заниматься сексом не позволяя этому войти в тебя вот поясни что ты имеешь ввиду да где-то там еще спалился сейчас попробую не седать и тут записал 59 минут где-то 59 ритуалы там где ты вызываешь демона там продаешь ему душу якобы там да что в принципе невозможно сделать ну тебе виднее возможно невозможно ты же этим занимался и ты это признаешь что это контракт и типа тебе демон или там дьявол дает те или иные вещи да то есть но ты можешь идти по этому пути не призывая какие-то внешние вот эти вот энергии совсем не твои ну вот чуть раньше он сказал что он этим занимался смотрите опять-таки вот кто-то говорит не нужно гадать опять-таки и каждый человек он имеет возможность воспринимать информацию и ту же самую энергию все энергия все в этом мире создано из одного источника да масонский принцип равенство добра и зла и единство единый источник и все смешано и пофигу чем ты занимаешься потому что типа путь един да ну типичная масонская сатанинская идеология не надо в меня эту херню впихивать Игорек не надо кто-то читает информацию так кто-то читает информацию так ну как бы мое понятие в этом вопросе кто-то может посредством каких-то внешних вещей это как знаете вот как вам сказать например ну вот есть например такие оккультные всякие ритуалы там где ты вызываешь демона там продаешь ему душу якобы там ну вот и вот дальше идет оправдание вот этих вот разных оккультных ритуалов ой ладно переходим уже мне там много такого палева нахер единственное что радует что вот это все говно Нелли не входит она кто хочет может посмотреть полностью как она обходит как Паша ведется полностью его Игорь вот так взял и просто руку в жопу и как это шоу театр тени театр кукол вот так и вертит это весело весело если знать вот эти вот механизмы как все происходит даже на уровне психологии и этот человек вот лысый считает себя великим регрессологом ооо да круто где ж ты его в масону-то записал тоже интересно ответит он или нет я ему скинул ссылку кстати для тех кто хочет он же просил вот я скинул любимую планету кто ты кто ты любимую планету первую часть я ему скинул вторую часть сейчас скину я держу слово я иду на встречу никакого тем не менее даже просто он поднасрал я общаюсь и посылаю что-то ну ладно суть не в этом а у него там 227 вот уже он начал на меня наезжать и вот теперь можно перейти к сути собственно его наезд на меня мы уже поняли с чем мы имеем дело какой манипулятор человек скажем так какого рода и какие знания и идеи он пытается нести сам а не наворованные от тех с кем он как бы проводит некие интервью вот уже очевидно для меня уже картина ясна но еще проясню по поводу его высера в мой адрес это часто явление когда они уводят людей в заблуждение и здесь это разумно сомневаться в чем-то поэтому мы всегда говорим открыто что внутри нас нужно это только уметь раскрывать мы с ней этому учимся почему нам импонирует Игорь почему он почему я изначально с ним начал общаться несмотря на то что его обвиняли в том что он масон ну это не обвинение это вопрос был и я сейчас к этому перейду я просто почувствовал масон нет не масон и как же ты это почувствовал Паша чем ты там чувствуешь ты что у тебя видение прямо открыл но ты жаловался когда мы с тобой работали что ничего и мы с тобой и с моной работали вытаскивали ты вот пытаешься склонить палкой ну где какие-то проверки что ты видишь Оля тебя пыталась научить ты даже там лежал что-то в каких-то своих фантазиях запутавшийся и что перестал то где у тебя видение скажи что ты видишь как ты определил масон не масон скажи по каким критериям с Нелли поговорил с ним говорю давай проверим ну масон он или не масон может мне ложная информация он как-то меня околдовал ну он давал а зачем Нелли Нелли нет вот к сожалению невозможно она бы там кивнула либо что-то невозможно проверить поэтому оставим без комментариев хотя например точно известно что Шнур Шнуров Сергей масон друг Дегтярева сейчас в Рио и так далее вся верхушка и более того есть все исполнители более-менее поп звезды скажем так есть и трансы и масоны и все прочее и чакры у них светятся просто яркие там смотришь они кругляшки как фонарики прилепленные на самом деле чакральная структура там три основные чакры и еще античакра черная снизу ну это внутри а внешне яркая такая солнышко просто макс барских например и так далее то есть ну они все такие чтобы для взаимодействия с людьми чтобы люди отдавали им энергию чтобы они казались людям привлекательными есть определенные работы на энергетическом плане это я букой кажусь я специально обрубаю всякую привлекательность чтобы люди только через осознанность со мной общали и все остальное закрыто просто и вот одно ответственное уроне лба все остальное я кажусь полным говном да которому нельзя доверять да никому нельзя доверять который противный злой и так далее бука у меня другая позиция анти привлекательность потому что цель другая донести до тех кто может сам воспринять через анализ я это хочу это моя сознательная позиция а не быть привлекательным для всех условно домохозяек с низким уровнем мышления и разбрасывать яркими фразами там свет первого творца как ник ночи будет помянута опять же альфа ментал и так далее ну смотрим вот Нелли не подтвердил ничего но по-моему балабольство Паша очередное балабольство как ты что определяешь Нелли говорит ну вообще даже как бы ну нет даже рядом нет без комментариев повторюсь ну ладно пообщаемся с ним дальше начинаем общаться я понимаю что этот человек может он говорит и объясняет по-другому но смысл наших идей нашего понимания и его он верен он в одном направлении как бы может то есть ты признаешь что ты тоже пиаришь и оправдываешь сатанизм тоже говоришь что уколы это нормально и полоски в небе тоже ну и пусть травят молодец Паша спалился вот сейчас тебя ведет ты и ты сам не понимаешь Паша как тебя вот сейчас вот смотри какая работа идет как Игорь с тобой работает те кто видит реально видят и то как вот Игорь сейчас работает с Пашей времени нет можно опуститься по времени посмотреть именно что происходит во время сеанса и это настолько очевидно и этот человек вот лысик себя считает профессионалом блин это уже даже не смешно там он едет на велосипеде а мы на самокате но мы движемся в определенном направлении в одном и том же в направлении саморазвития и мои в связи с этим соболезнования если ты катишься туда же куда уже почти прикатился Игорек я сейчас объясню куда он прикатился в направлении самопознания а этот путь когда человек себя развивает и познает он приводит к миропониманию к расширению как говорит Нель к расширению всего сознания энергии возможностей вот поэтому как это проверить завершая этот вопрос да что мы не являемся и нас не используют различные там Магрегора люди и так далее вот расскажи мне истину последней станции блин самому интересно потому что я параноид я сам иногда сомневаюсь и просматриваю и чувствую и прошу и разные другие критерии там как лакмусы беру эталонные некие состояния и так далее руны и много чего еще квантовые вещи а у тебя есть какая-то вот такая волшебная палочка ну-ну а вы следите за нашей информацией и отслеживайте свои ощущения свои мысли пользуясь нашими советами да не то что прям нам без твоих советов не как ну частично да так и есть а что же не делаешь стоит верить этим людям или нет ну если они говорят вроде бы верные вещи попробовал бы и попользовался ихними идеями и советами оценил бы последил бы за собой ну давай макнись в сатанизм в жертвоприношение поставь себе укольчик последи за ощущения потом вперед кто тебе мешает что ты людям пусть люди сами решают или нет ты за них все решишь да за своим поведением за своими какими-то эмоциями там мыслями пожил бы чуть-чуть там потом бы опять посмотрел бы а что дальше происходит то есть не вредит ли мне это не уводит ли меня это от себя от своих идей если уводит то задумался бы от каких идей меня это уводит куда меня это ведет ихняя информация ихний путь и вот таким методом это можно самому себе удостовериться для самого себя являемся ли мы какими-то заблуждающимися людьми и заблуждаем других или нет вопрос ко мне Игорь а кто тебя вот а теперь переходим ко второй части Мализонского балета собственно ко мне и вот собственно отвечаю на все претензии Игоря прямо сейчас здесь и сейчас записал масон есть такой человек зовут его Илья Цельнозор и вот есть такой человек да я брал у него интервью после этого интервью мы с ним общались в чате ну и все мои подписчики знают что я общаюсь с разными людьми с генералами с масонами с миллиардерами с миллионерами со звездами да прям общался но у них у всех есть одно общее свойство они масоны сейчас к этому переду вот кого ты упоминаешь не все из тех с кем ты общаешься масоны но те кого ты упомянул и прислал мне фотки являются масоном и по моим ощущениям и есть подтверждающий документ ну просто из анализа фоток и сейчас я к этому перейду ну по крайней мере раньше общался потому что я занимался видеосъемкой, рекламой, продакшеном очень много разных сфер деятельности и рекламой, и бизнесом, и маркетингом то есть я в своей жизни очень много чего перепробовал на самом деле я был очень активным человеком раньше вот и у меня там были фотографии короче что-то мы с этим самым с Эльнозором Фаулички начали затрагивать тему масонства он там начал что-то писать насчет того, что за ним следят был такой момент когда он говорил у меня камеру отключают я говорю ну кто-то отключает камеру он начал говорить о том что за ним спец ну опять все немножко не так было он немножко перевирает ну как они вот чуть-чуть дома пониже и асфальт пожиже ну в целом ну да как-то так было ну это уже не важно хотя я тоже могу объяснить просто все затянулось сейчас перейдем к сути службы следят я говорю ну как бы я раньше за деятельностью Ильи особо не следил да мне просто порекомендовали подписчикам взять у него интервью я как бы взял я у всех беру интервью немножко тоже врешь я тоже могу поднять подноготную я был в твоей группе ты меня отписал я говорю я принял твое решение потому ну ты сначала собрал всех блогеров в личке и я переписку это подниму сейчас постараюсь именно личку и покажу что ты немножко опять пиздишь говорят твоим термином матами и прочее и но не могу подобрать кто-то меня спрашивает либо просит без проблем так в принципе а потом я ему скинул что-то про масонов я думал что он пошутил я ему скинул фотки свои там где я нахожусь с масонами то есть это знакомые мои в Иерусалиме которые живут к которым приезжал Гуф я клип снимал Гуфу вот из-за съемок мы так с ними контактировали потому что надо было снимать для фильмов всякие сцены а я оператор и видеомонтажер вот и скинул ему ради прикола он взял эти фотки выложил у себя в Телеграм ну вот так и прямо и сказал да ну все немножко было иначе и я с масонами ну это выглядит очень по-детски типа мам я не курил я с пацанами стоял пацаны курили от меня просто пахнет Игорь от тебя сейчас пахнет кое-чем в канале с надписью я раскрыл еще одного масона я вообще не понял о чем идет речь я просто не вдавался в подробности того что это за личность да то есть ну вот это немножко не так и я это объясняю сейчас я это поясню а вот теперь переходим к тем самым фоткам ну это фотка кого-то в прошлом но чем-то напоминает меня сейчас ну не важно вот фотки Игоря Буиновича сейчас он меняется в площадке против уколов блогеров типа хотя сейчас я выясняю что он топит за это со мной тоже общался не можешь запретить вопрос все вопросы пусть люди сами решают только в минус так начинал тоже переначивая мои ролики и прочее ну я не утверждал что масон никого я не раскрыл он опять бздит это было какого числа выставлено-то 11 июля это 11 июля это было выставлено отредактировано 11 июля тоже 6 ну чуть позже 38-39 что-то там ошибочку исправил просто то есть исправил ошибку ну это я не сейчас отредактировал я исправил просто грамматическая ошибка какую-то вот и что такое ну определенные жесты что мы видим определенные жесты да ни разу не это не масон рядом просто стоял сатанинские жесты какие-то жесты да не не масон и вот с ним ну вот ни разу не масончик вот вообще в масонской ложе стоит причем он сам мне прислал это форварды от Игорь Буянович определенные жесты в масонской ложе там солнышко луна в одной стороны и глазик и он треугольничек показывает на масонском полу вообще ни разу не масон Игорь ты просто рядом стоял вообще это напоминает замечательную фразу я условно чуть-чуть утрирую я не офицер ГРУ я лишь общаюсь много с офицерами ГРУ да еб твою мать да я не не знаю даже где эти офицеры ГРУ вот у меня фотка с начальником генштаба вот у меня фотка с там клубом пенсионеров ГРУ в клубе и так далее чтобы знать что этот человек офицер ГРУ нужно быть офицером ГРУ на сторону они эту информацию не дают масоны преступления дают клятву они могут только по указанию свыше от имени лужи засветиться чтобы пиарить там это не внешний масонск в этом случае вот красно-черная рубаха все отлично вообще супер за придетным символом 7-8 это будет 15-й шестерка ну вот вообще ни разу не масон Игорь я не утверждал но вот посмотри вот это выглядит примерно так вот они масоны а я не масон я лишь тусуюсь в этой поп-тусовке монтирую видео снимаю им ролики ну я не масон это они масоны а жесты они просто так ну вот бывает вот как случится Агутиным ну вот пролич пальцев просто перед фотокамерой сразу вот в определенные рожки и даже в пирамидке выстраиваются да ну молодец вот вообще 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 вот ни разу не масон тут вот не рожки и тут не рожки да надо же Игорь ты не такой вообще не такой везде сплошные и сам же сам же то есть форвардит от Игоря Буяновича где там что-то мне прислал даже да нет 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 ну что рядом рядом стоял рядом пацаны курили вот 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 было время общался да не рядом вот как все это начиналось завтра запишем интервью вот он говорит что камер панатыка вот у него жена беременная то есть он одобряет получается уколы с самого начала он пригласил мы общались на самом деле я говорил с чего все началось принял выбор закрытый часть он не пригласил типа ну он сам пригласил говорит давай все не так как он рассказывает потом меня выкинул хотя там ничего не писал даже и по-моему я говорю принял я принял твой выбор добра я пошел туда и он меня выкинул твой друг женя какой-то не мой выбор мне сброси информацию ты продаешь людям всякую анду опять сразу наезд написали что аккаунт мой фейк и так далее я говорю ну докажи факт продажи даже мне интересно буду рад если поделишься вот все открыто все четко мой аккаунт фейк я далеко будь добро пояснить что ты имеешь ввиду дороги разные принял выбор твой давай пока вместе зашли первая твоя реплика была ему ну что да нет ничего все было иначе снова опять юлит юлит потому что он там объединял для определенной цели чтобы увести тоже в сторону я начал где факт продажи и так далее ну вот так накрутка там начала ну опять же я говорю все пока ну вот а потом это перешло ну вот и он признает что там определенная работа была я говорю я его прикрыл говорю и он подтверждает что я на себя почувствовал и этот человек меня еще параноиком называет он там могу сказать что говорит по-моему на седьмом он сам говорит что там вампирит кто-то в чате и прочее то есть он все подтверждает то есть мы с ним как-то некоторые вещи видели потом он схитрил кое-что вот давай запишем интерьер не подписчики ему он снова спиздил ну и так далее это вот уже не интересно фотки фотки были интересны вот они вот 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 сто пятьсот и он да пацаны рядом курили это вот люди офицеры говорю я не офицер говорю не не вообще ну захотели люди узнать то есть о нем я рассказал о нем взял люди захотели узнать да отмазки отмазки пиздишь интервью а потом когда уже начал про него изучать и понимать что этот человек немножко параноид из-за его деятельности люди страдают на физическом плане я в чем паранои объясни вот по пунктам вот все бросил и по пунктам реальная история но объясни что на самом деле нас не бомбили что не было захвата что технологиях утерянных нет нет старой цивилизации допотопной что масонство это всегда было например и так далее и тому подобное что реально Александровский колонн Александровский стол поставили мужики в лаптях 700 тонн там весело подняли как-то без домкратов даже и без кранов сейчас такого крана нет соответственно гранит нужно только алмазом пилить потому что пальцем ты ничего не потрешь и так далее где были алмазы 200 лет назад в 830 году говорят ее построили Исакий то же самое голожопые мужики построили такое здание там 3х8 ступеньки нужно их обработать как-то алмазный диск 3000 оборотов вращения 4 метра в радиус то есть 8 метров в диаметре такой диск где ты его найдешь Александровский колонн получат 35 метров высотой то есть станин должна быть это 40 метров токарный станок где ты его найдешь и как ты его отрежешь и так далее и тому подобное откуда миллионы тонн гранита на Питер это не только Питер это везде и голожопые мужики там крепостное правое крепостные но для того чтобы помолиться они устроили тройной купол причем средний на средний эти голожопые мужики в лаптях нашли где-то 200 тонн золота средний купол из золота и ртути где они взяли ртуть если ближайшее месторождение в Туркменистане блять Игорь ну объясни вот ты назвал меня параноиком скажи в чем моя параноя по реальной истории буду рад объяснению образно я тебе помогу даже примерно 5-6 направлений есть в тематике моих исследований первая реальная история объясни что в чем я не прав второе феномен масонства объясни в чем я не прав третье разбор клипов и промывка мозгов ты сам в этом всем крутишься и говоришь что ты понимаешь я тебе еще могу потом твои дальнейшие в личке были определенные признания ты же в этом все понимаешь объясни что тогда что все это все моя паранойя насчет разбора смысла второго смыслового ряда что его нет что бывает просто клипы чтобы музыку просто послушать но объясни тогда смысл этих клипов или его нет фигню снимают сами не понимая но объясни объясни пожалуйста я только за объясни паранойю то что я помню прошлой жизни мы с моной помним только объясни что в инкарнации не бывает объясни что ролики допустим крамолы там с кучей комментариев осознание и ряда другие что когда люди там вспоминаются и прошлой жизни убийцу своего показывают объясняют детали все это куча задокументирован материалы сейчас не буду отвлекаться но они есть объясни что этого не может быть просто потому что не может быть объясни что королевы роя нету что вот эти даже в поколении п они себя с пчелами сравнивают вот этот красная мадама где которые везде показывают ну это все миф фантазии объясни почему бихаев это один из главных символов масонства и так далее дубодом давай вперед я жду ты назвал себя груздем или меня груздем давай развивай тему сказал а говори б не огульно вперед я жду и требую я понял что это за человек и как бы ну и до сих пор знаю что есть люди которые у меня в чате сидят на канале которые там ставят от него дизлайки как ты понял что человек ну давай мотивируй как говорил товарищ сталин критикуешь предлагай иначе это просто оскорбление критика должна быть конструктивной то есть нужно показать как сделать объясняй я вот показываю лазер вот эти технологии открыто а интерференцию волн я показываю вибрации фазоинвертор технологии с целью вот этих вот показываю волноводы внутри крепостей звезд вот эти двойные бойницы которые не бойницы в которых идет просто в никуда в стену а там просто идет такой волновод я все это показываю даже на Петропавловской крепости показывают эти все технологии пожалуйста объясни вот с этого начни например и тому подобное да великий воин света который борется с маткой так стоп по-моему я всегда объяснял что свет и тьма они равнозначны более-менее не нужно стремиться к чему-то одному я не назывался воин света с тем же успехом я тебя могу назвать ну ты и токарь ах ты не назывался токарем да кого это колышет херовый ты токарь Игорь токарь пекарь херовейший не быть токарем Игорь просто несет бред но хочет чтобы люди не анализируя бездумно ему верили Игорь объясняй что почему я параноик иначе ты для меня так и останешься таким же балаболкой как и Паша пустышкой родной маткой опять-таки так как я изучал психологию на практике я могу понять что если у человека я тоже изучал психологию на практике немножко есть какой-то внешний враг он является каким-то женским а у тебя нет внешнего врага то есть вот ты сейчас ходит в Израиль уже не оказывают медпомощь не уколотым и там уже третий бустер третий укол и будет четвертый и ты об этом сам говоришь и если у тебя по всем этим женским делам ты же ну так скажешь значит ей оказывают медпомощь значит она уже уколотая то есть ты получается сам пиаришь эти уколы ты считаешь что все будет нормально с твоим ребенком вот я утверждаю что это изменение ДНК что это взлом и души и вселенной и энергетики и обмен сигналами и так далее то есть ты сдал своего ребенка свою жизнь может быть ты сам еще уколотый хороший вопрос а че ты так пиаришь эти уколы я показывал фотку ты сам скинул она в роддоме и вот тут донат для Евы для твоей жены а там уже колют и детей и беременных и так далее говорят но если еще не колют то будут колоть иначе не родить ни ничего Игорь ты объяснись тогда все-таки в чем моя паранойя укололся ли ты укололся ли твоя жена или нет как ты в конце концов относишься к уколам кроме зомби какой нахер зомби-то дебил именно женским проявлением то скорее всего у этого человека есть проблемы именно в отношении женского пола изначально идут проблемы с детства вот из моего опыта и бытового и психологического я знаю что как человек обзывается тем он и является у кого что болит тот о том и говорит и феномен иудейской жестокой доминирующей мамы он неспроста я могу кучу примеров сейчас одна пародия Зеленского это мамы в 300 спартанцев там прикольная пародия там образ я таки устал нет ты таки хочешь кушать когда мама диктует полностью волю там же женщины главное и вот кто у кого что болит у кого проблемы с женщинами тот о том и говорит и пытается другим это впендюрить Игорь может быть у тебя проблемы с женщиной потому что я то не с маткой борюсь я с масонами лживыми тварями вроде тебя не то что борюсь я их показываю их приемы их манипуляцию объясняю как твои манипуляции показал и тебя не называем если вроде или я задал вопрос и так далее как ты вот юлиш так и это можно в обе стороны же играть верно в этот футбол можно играть вдвое ворот Игореш вдвое по этой дороге с двусторонним движением Лично борется борется с кем-то борется он никому не помогает но борется он вообще в позиции борьбы противостояния что означает что скорее всего у него в детстве были внутренние противостояния которые он не мог были какие-то проблемы семейные он не мог им никак сопротивляться и сейчас когда он вырос он начинает эту борьбу выводить из себя находить да конечно в 41 году пограничники они боролись только потому что у них были проблемы не потому что напала лучшая армия в мире масонская до мозга костей нет у них были проблемы в детстве и они боролись да а у тебя нет проблем у тебя нет борьбы вообще что стоит мужчина какие-то ценности которые настаивают в чем ценность вес у тебя нет этого ты сдался ты жену позволил уколоть и ребенка думаешь у тебя будет ребенок после этого ну дай бог называется и не надо на меня перевешивать свою карму свое говно Игорек не надо борьба у меня вполне определенная с определенными вещами в кавычках с людьми и типом сознания рыбом которые нами рулят с хитрожопыми лживыми тварями в обличиях людей которые черные называют белым как лысый и как ты с шестиконечным символом на наушнике и красно-черным фоном на этом сплошные совпадения с каким-то глазиком за тобой которым символизм будет их падение ни разу не масон ну так вот совпало просто черный называешь белым и пиаришь масонскую глобалистскую повестку сатанизм полоски в небе уколы и так далее вообще не надо с этим бороться это потому что комплексы у меня у всех у всех кто с этим борется называет эти вещи своими именами рассказывает и показывает обличая тварей это детские комплексы да Игорек какие-то внешних врагов какую-то подоплеку по тем или иными вещами искать и вот с ними бороться опять-таки это мое субъективное мнение оценочное определенное основано на общении на поведении и на поступках данного человека мое субъективное мнение точно сказал ни разу не масончик ты без всяких проблем что ты из себя представляешь кто ты есть ценю со стороны плюс есть информация о том что вот это вот его это психическое расстройство когда человек начинает свою свою как бы сказать фантазию выводить из себя в реальный мир если из-за этого страдают люди а если что такое свою фантазию выводить в реальный мир это психико расстройство то есть любой писатель Лукьяненко например псих он пишет фантазические рассказы он свои фантазии в реальный мир выводит Ты уж поясни, что ты имеешь в виду Ты снова говоришь какие-то огульные Голословные фразы Общие Без конкретики Я тоже тебе могу назвать Очень нехорошими словами Без конкретики Но я не хочу опускаться до твоего Манипулятивного, дешевого уровня Дешевка-то, Игорь Иначе назвать не могу Конформация, что один человек реально пострадал Что значит реально пострадал Ну-ка поясни, физически страдает Тоже интересно Этого человека, в плане того, что человек начал говорить Ну ладно, он там сказал, что человек тоже масон Был такой сеанс у него, это мои подписчики мне прислали И там, что человек этот Это уже получается немножко неправильно Это не из моей природы Но на кого-то наговаривать Ты не такой, конечно же, я слышал Ты рядом стоял Рассказывать про блогеров Но я хочу почему-то тему затронуть Потому что человек начал реально делать Ну, проблемы другому человеку Тем, что он начал Это же не тема нашего стрима Я извиняюсь, что я вообще перешел на эту тему Просто человек начал реально обвинять другого человека Беспочвенно, без вообще, без никаких Ну ты поизучай И я сейчас к этому перейду Хотя уже затянулось, но я объясню И в том ролике, который я сейчас следом выложу Второй так называемый сеанс с Александром Там тоже очень много чего интересного в кавычках Там есть масонские все символы Там он в 6 часов мы ему назначили время Он в это время оказался в определенном там колпаке В определенном фартуке И в определенном С мастерком реальным масонским И с этим, ну, с масонским ясом И он кирпичи клал Говорят, что он вольный каменщик Где-то за 2 часа он Интересное количество кирпичей уложил Ну, несколько, скажем так Да, он разместил камеру Чтобы было видно и солнце, и луна Масонские символы Там слева солнышко Спасные совпадения Там линия была, пределники Кирпичи вокруг Вот ни разу никаких масонских символов Прям как у тебя Он глазик за головой и так далее Просто совпадение Ну, бывает так Вот даже на этом уровне Я огульно его называю Вот ни разу не масоном Как и ты не масон Он такой же не масон, как и ты Ух Доказатель говорит, что человек Определенный человек Сидел за изнасилование Вы понимаете, что это такое? Этот человек просто-напросто уничтожает Жизнь другого человека Представьте, что у этого Ну, у этого конкретного личности Может быть какие-то Жизнепроблемы из-за этого Потому что этого нет У человека даже есть справка Что он несудим А человек на него делает наклад Откуда ты знаешь, что у него справка? Вот спалился ты, дружи Спалился Снова балабол Нет у него справки Я эту справку у него Говорю Покажи справку Я, извини, справку легко пробить Даже не нужна справка Тебе не нужно сказать покажи паспорт свой хотя бы дату рождения и мы это обсуждали нет коту к вопросу об обвинениях он угроза убийства угроза насилием там угроза сексуального насилия унижение человеческого достоинства у меня на него он запись есть на несколько статей угроз это я на него в суд могу падать а он отказывается признать насчет изнасилования ну это скажем так картинка пришла но понятно что человек который сидел там определенные сексуальные взаимоотношения есть и там те кто в пассивной роли там их согласия они не всегда как бы этого жартут это мягко говоря понятно вот в этом могу ошибаться но чтобы конкретно меня это очень легко откануть фейсов тейбл я жду вот разбор вот он один сунулся там агутин до сих пор судится и на этого как котенка из суда в суд и и заседание заседание жидко обкакываться и я знаю к чему это все приведет ни к чему это не приведет я очень хочу разборок но не хочу мотаться в но разбор в хорошем смысле разобрать в чем я не прав и также он ему даже не нужно сюда ехать не нужен суд он идет своим участковым пишет заявление все передает материал сюда здесь мой участковый меня опрашивают я призняю и все дальше автоматически он прикладывает что он не судим клевета до меня какой-то штраф все вообще просто но несколько недель даже потому что мы ему дали там некий тайм-аут там парни и неважно он не смог ничего это это во первых со мной это уже был третий сеанс третий я появился потому что он пытался взламывать это уже надоело во вторых там паша скажет что деньги он заплатил ему вернули деньги хотя имели право не вместо одного сеанса 3 провели даже 4 вот сейчас вот то что я сейчас выложу тоже без его согласия ибо за такое никого согласия не нужно и там я объясняю почему я выложил без его согласия без его согласия сейчас я еще раз повторю что паша говорит проиграя потом поясню почему без согласия скажем так а вот по игорю да я жду все-таки надеюсь что игорь не балаболу и объяснит может быть я не сына искренне заблуждаюсь я объясню почему так я называю игоря я хочу чтобы игорь объяснил почему у нас вам не параноиком и в чем конкретика его обвинение пусть объяснить что реальная история которой я скажу это бред собачий пусть объяснить что мы масоны это реально хобби их либо нет либо это хобби по интересам просто такой клуб вот интерес и ничего не решают не рулят и что у них индивидуальное сознание что разбора клипов это херня полная что память прошлой жизни сеансы регресс это херня полная и шестой пункт и шестой пункт то что если ты параноик за тобой точно не следят я потом покажу доказательства обратно ну и вишенка на торте там толстым словом то что все технологии только я рассказываю это херня и вот эти новые технологии что я показываю что это все роевые технологии вот это пика лазер которым нас бомбили он же использовался первое время в роли для прокола пространстве прыжка между вселенными и что вот этот лазер бьет на полную скорость корабль летит бьют прокол пространство как вот в пика лазере вот в каком-то моменте там взрыв пространство из этого подпространство как портал идет энергия плазма откуда-то образуется непонятно и она идет дальше уже так вот это можно не доводить до этой плазмы оставить на уровне прокола тогда туда ныряет корабли от откуда я все это помню объяснили вот эти все технологии которые нам сейчас впихивают bluetooth вай фай вот это вот обмен информации как в рое что вот эти все по примеру муравейника эгрегоры сделаны откуда хай в mind идет роевое сознание можно погуглить что такое откуда интернет тел сейчас идет почему именно люди начинают телами обмениваться информацией через bluetooth что уколы это не подключение крови объединения людей и так далее объясни все это я признаю что я не прав честно как я александру говорил дай мне справку или хотя бы дату рождения скажи там александр перекати и отчество и дату рождения я несколько ничего я илья александрович мама и дата рождения 11 05 77 1 05 это семерка 77 3 семерки в этом через 99 лет и шесть десятых года после дня рождения товарища сталина я родился четко через 224 дня это шесть десятых раз через 96 совпадение такую но сплошные совпадения в нашем мире пожалуйста и от тебя игр я еще хочу еще одну вещь это 7 пунктов стоит и 8 пункт это все-таки дальше ты объяснишь про остальных блогеров сейчас я напомню освежу память его фразу и поясню что я еще хочу восьмой пункт от игоря почему я его считаю какашкой иначе не могу сказать вот когда он эти семь пунктов выполнит и восьмой пункт выполнить я поменяю сомнения даже извинюсь а теперь слушаем как бы он просто чужую жизнь и начинает портить если бы он этого не сделал вообще про него бы молчал да то есть но так как он делает реально неправильные неадекватные не поможет на твой взгляд на мой взгляд ты неадекватные вещи и неправильные русские даже да вот какие-то и свои воспаленные фантазии вынимает свои какие-то вот эти вот проблемы с башкой и начинает этими своими фантазиями вредить другим вот это я считаю тоже вредительство это не воин света это просто человек опять же откуда ты взял фразу воин света это еще один пункт по которому ты спиздил балабол пиздит как троцкий но троцком прилетел ледоруб он из той же деревни скажем так израиль в той же национальности считал себя тоже каким-то недосягаемым но вот сейчас твоей стороны пойдет оскорбление слушаем нужно лечить психику если бы это был какой-то подросток это ладно это взрослый мужчина с которого просто воспаленная фантазия и эта проблема вот я просто озвучил то что у меня сидит внутри накопилось потому что это не есть хорошо вот так вот наверное потому что тебе это еще лично затронуло за дело ну во первых то что он там скажет что я вообще по барабану ну как бы то есть точка там вот еще раз здесь скажи что тебе по барабану тебе пофиг и я прям поверь поверю это очень-очень по-женски себя вести ты обиделась ничем да мне пофиг вообще пофиг и пофиг игорь будь мужиком блин нибудь как паша это паша тоже говорит я сдержал слова я тебе не говорил а только что что было видеться как баб была у меня такая одна подруга 20 лет модельной внешности года три назад и 4 до того как еще в банкладе шлиф вот она тоже все глаза божьи раша краса на кося человек он тоже обещал я обещал она не клялась сколько можно врать я не вру я говорю как удобнее манда и вот паша также я свое слово сдержу я тебе не говорю да какого будешь даже 24 нет 5 да как так блин и ты также игорь такая же вошь на гребне просто воспаленная психика это его проблема но если это не вредит никому остановость начинает вредить то это уже я считаю что это неправильно я бы так бы мог выразиться про еще человек 12-15 блогеров которых есть информация что это люди совсем не те которые на самом деле за себя выдают но опять таки пока меня никто не касается мне то есть люди вот он вот только что он признался что у него есть информация которую люди должны знать 12-15 но это масонские коды и там 3 и 6 хорошо пофигу 369 хотя бы 9 блогеров освети потому что ну кто хуже вот вор либо тот кто скупает краденое то кто этого вора покрывает мне кажется тот кто покрывает вор в законе там например либо скупщик краденого хуже вот кто хуже педофил или тот кто покрывает педофила мне кажется покрывать то что он одобряет это он с его молчаливо создать значит он такой же как вот игорь только что признал что он такой же как те 12-15 блогеров которые обманывают людей которые чернушники он знает о них правду и утаивает и покрывает он с ними заодно и вот этот восьмой пункт который я хочу которым я обвиняю чтобы не быть балаболом и не быть таким как они игорь ты обязан как не масон как человек вывести их на чистую воду рассказать людям чтобы они перестали пудрить мозги людям и уводить сторону ты обязан это сделать если этого не сделаешь ты будешь в моем сознании для меня навсегда балаболом и предателем рода человеческого ты знаешь что враги замаскировались и будет людей и покрываешь их ты сам в этом признался поэтому на мой да ты обязан их вывести на чистую воду в идеале 15 человек 15 блогеров которые являются врагами рода человеческого ну ли это я же преувеличил хорошо просто обманщиками игорь вперед не делают явного никакого зла намеренного то про этих людей буду молчать но есть как бы такая очень много информации реально но есть много информации выкладывай иначе ты с ними заодно вот в этой вот соте с двумя глазками а мне пара на мне можно лишь параноид и то что ты их покрываешь значит ты с ними заодно ступные доказательные базы на людей если вы это все узнали уже был чтобы 90 процентов блогер которых так давай 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 помогает то что я тут одних один вложу их на чистую воду саль который там считает что масоны всегда были оправдывают углубляет их историю и пиарит их всяческие были что не было не вторжение что питер закопали и так далее например да только в плюс там тоже разберу и там неофициальные истории когда там ряд всяких просто балаболок и откровенных масонов и я только приступаю к их разбор потому что из-за таких как ты я вынужден тратить по два часа или по три часа времени соратников тех кто смотрит на разбор всяких фекалик и информационного мусора на еду но эта часть моей битвы моей борьбы эта часть тех убеждений отстаивать убеждения за которые стою из которыми я имею дело которые являются стержнем меня моей идеи а что для тебя ценность какие интересы ты отстаиваешь почему ты отстаиваешь эти интересы придав россии уехав в израиль и какого хрена ты тогда для русских для русов вещаешь скажи какова главная идея твоего канала если это не борьба то что это ты сдался уколом судя по фотке жены беременной из госпиталя да ты сдался идеи траули что нас травят химтрейлов да ты сдался более того ты лег и раздвинул ноги под глобалистов масонов какая то что ты из себя представляешь известных чтобы просто подписались когда бы знали кто они такие ну это не моя цель просто проявили и это говорю потому что ну мне спросили я ответил и плюс добавил свою точку зрения по одному из события ладно что он там ко мне относится как-то мне вообще коментарий еще еще по раз повтори да я мы все поверим потому что ты ильюхи не понравился вообще мне его его точка зрения его мнения его чувства ко мне вообще меня никак не беспокоит да да еще так со смешком нервным еще 10 раз скажи что не беспокоит и я прям поверю бассон я у него или мы на иллюминатом или там орептилоид или еще кто-то, либо жидомасон, да, то есть мне вообще до фени, на самом-то деле. Ну, не жида и не масон, мы это уже выяснили. И не жида, потому что в Израиле, и не масон просто рядом стоял на масонском поле с пирамидкой, да-да-да. Самое важное то, что его действия сейчас приносят вред другому человеку, понимаете? А откуда ты знаешь, что это кому приносит, скажи? Я бы забыл, ну, представьте, вот вас завтра, вы придете кому-то просить о помощи, а вам скажут про вас, что вы там шлюха, извиняюсь за выражение, да, либо там вы какой-то там убийца, да, и будут это выкладывать в интернете, понимаете? Как это можно проигнорировать? А человек подает, что он какой-то там воин света. С кем он бьется, зачем он бьется? Когда я подаю? Кому он нужен? С масонами он бьется. Да кто его определить, где он находится, прийти и физически уничтожить, если он на самом деле с кем-то там борется? Вообще вот так вот, пять секунд, понимаете? Вот эти вот... Вот я уже сказал, а ты-то кто? Судьи кто? Ты-то что из себя представляешь? С чем ты борешься? Какие идеи ты продвигаешь? Кроме сатанизма и уколов и полосок и прочее в небе? Ты-то что из себя представляешь? Если ты что-то представляешь, то либо ты ничего не знаешь и нас пытаешься надурить, либо что-то еще. Либо одно из трех. Если бы ты знал, как на тонком плане все работает, это, ну, можно попробовать объяснить на плентосовом уровне. Это как строительство дома. Сначала идет проект, затем под это идут ресурсы накачиваются некой нарки денежной и временной и прочее, а затем уже исполнение. Если бы ты знал, вот сейчас, что угроза у тебя от тебя была, от тебя и находить не надо для того, чтобы вычислить вот так. Ты что, сейчас пытаешься мнением людей пробить программу какую-то, сам оставаясь в тени? Вот скажи, Игорь, ты сейчас программу нарисовал, эмоционально ее отправил на реализацию, чтобы ко мне пришли, получается, нашли. Ну, если плана не будет, проекта, прежде чем что-то произойти на материальном плане, должно произойти на тонком плане, скажем так. То есть должна быть программа, проект, должны быть накачаны ресурсы. Вот ты сейчас накачиваешь вниманием людей, это пытается Вика сделать тоже, образцами рисуя, собирая энергию, бросая людей на абразуры. И ты сейчас то же самое, те же самые приемы манипуляций. Та же самая школа говенная нехорошая. Ты сейчас программку прорисовал и отправил людей, внимание людей, те, кто смотрит. Вот неподготовленным людям не стоит смотреть, Игоря, очень много. Пострадать можно на физике, реально. Вот от Игоря, а не от меня. Вот она программки, которые он запихивает. Иносказательно завуалированы на прямую. Вот сейчас он прямую программку дал. Кому прийти? Ну, скажи, ментам? И них клиент. ФСБшникам? И них клиент. У масонов есть свои ограничения. Почему они сейчас и пиарят? Они знают, как карма будет. Они не могут нарушить законы кармы. Они не могут свободу воли нарушить. И почему они в уколах и пишут «Добровольное участие в эксперименте». И подписи собирают. Они не могут принудительно. Первая же принудиловка их схлопывает. И все будут правы. Прежде чем что-то произойти на материальном плане, нужно на тонком плане это сделать. И вот на тонком плане есть некоторые ограничения и законы, и ты это прекрасно знаешь. А если ты не знаешь, значит, ты профан, но ты не профан, ты типа умничеешь. Но ты сейчас сознательно подставляешь тех, кто тебя смотрит. Сначала нужно взломать, подавить волю, психику. Ты знаешь это. Чтобы человек позволил, чтобы с ним что-то произошло. А потом это произойдет. На физике ты сейчас это делаешь? Падла такая. Да, матуй, пожалуйста. Штраф заплачу. Приезжай, разберемся. Ты из-за параноикой ответишь. Давай. При анализе того, что ты делаешь, Игорь, ты выглядишь, мягко говоря, бледно. И вот ты сейчас наехал агрессивную программку, людям мозги запустил. Кто ты после этого, Игорь? Кто ты? Что ты из себя стоишь, вещая из иудейской деревни в русскоязычную аудиторию? Какие идеи ты предлагаешь, мы уже выяснили. Так что я думаю, для себя я уже ответил на вопрос. Кто ты? И что с тобой сделать? Сказки, бред вот этот вот сывой кобылой. Реально, просто то, что на голову... Ну-ка, давай по пунктам. Где сказки и в чем бред? Пока бред несешь ты, на мой взгляд. Просто я к нему по-человечески отнесся. Я пригласил его на канал, то есть, да... Это не ты пригласил. Повторю. Это я дал тебе интервью. А как это происходило? После моего контакта с тобой объяснение кое-чего. Великое одолжение. Что ты из себя представляешь? Ты все, я YouTube. Ты мне позволил что-то сделать? Да нет. Это Вилли позволил тебе с ним пообщаться. Это я позволил тебе пообщаться. Кто ты? Ты пустышка. У тебя нет идеи. Я позволил. Все я YouTube. Снизошел он, блин. Это мандец какой-то. Озвучил его мысли, то есть, здраво, адекватно. Он на это повел себя чуть-чуть некрасиво. Опять-таки, я не такой человек, что... Это как я в отношении к тебе повел некрасиво. Ну-ка, давай, по пунктам. Это все обсуждать. Ну вот, как-то так. Я тоже слышал эту историю, эту ситуацию. Я не буду ничего здесь говорить, но я тоже лично с этим сталкивался. Ну-ка, с чем ты лично сталкивался? Где человек физически пострадал у тебя? Ну-ка, ну-ка. Еще год назад с хвостиком небольшим. И сейчас человек просто, ну, в недоумении, о котором ты говоришь, который пришел к ним на сеанс. Мы уже выяснили. И не тебе судить, как человек в недоумении, какому недоумении это будет видно из ролика, который следует второй, так называемый, сеанс с моим участием. А всего четвертый сеанс. ... его команде. Ему провели сеанс, и потом этот сеанс без его разрешения выложили на всеобщее обозрение в интернет с открытым лицом и добавили к этому сеансу еще короткое видео пояснение, что этот человек вредитель, насильник, масон, там, слуга масонов, и пришел, чтобы им навредить. Человек им принес деньги, человек им заплатил деньги, пришел к ним. Ну, вот насчет того, что заплатил деньги. Первые деньги мы вернули, хотя могли не возвращать, но мы, я говорю, ты же говоришь, что уравниваешь Мону со мной. Хорошо. Он и в этом пытался наебать, и есть подтверждение. Он дал другую карточку, и только внимательность Миши позволила это. Он хотел потом обвинить в том, что мы ему не вернули деньги. Но, повторяю, это условно сеанс массажа, там, не знаю, как проститутки или еще прочее. То есть там за время работы, то есть здесь клиент не получил удовлетворение, это проблема клиента. Люди свое отработали. Вместо одного сеанса четыре было сделано. Четыре. И удивительное совпадение. В первом он говорил, что он вольный каменщик, я его просто разговаривал. Второе, что он хотел меня познать, изломать. И третье, ну, там было нюансы, можно депутировать по-разному, что в масонский ритуал хотел затянуть, он говорил, что он истинный свет видит. Это первый, второй сеанс, который не опубликован. Первый, второй мы не публиковали. То, что с моим участием, это уже третий сеанс. Вот Игорь говорит, поизучайте вопрос прежде, чем что-то. Паша лезет туда, куда он вообще не имеет ни малейшего понятия, подоплеки процессов, которые происходили. Так вот, этот человек потом матерился, и вот сейчас я выложу сеанс. Угрожал. Паша, если ты думаешь, что человек после нескольких месяцев за решеткой, нескольких там лет, десятков лет, я не знаю, это он говорит, что мы не правы, не предоставляйте никаких доказательств. До сих пор доказательств нет никаких. Я весь сеанс ему объяснил, что он не прав, вот это вот, где он там вольным каменьщик говорил, что якобы он каменщик. Да, очень интересно, с чего это он кладку решил делать во время сеанса. Нормальные люди, если это люди приходят к доктору, как ты говоришь, условно к доктору на сеанс, они как-то закрывают дверь, что он не беспокоил, поудобнее усаживаются, либо укладываются, и сеанс проводится. Этот человек мало того, что вдруг озаботился вопросами морального совершенствования, чистки после лет под 50, после определенных количеств ходок, а пока не доказано обратно, я с радостью извинюсь, и потом буду искать, если что меня на эти картинки вывело, к такой информации. И что бывает, что на человека личину одевают без его воли и участия, как другая энергетика, поэтому другие, ну это ты же профи, ты же знаешь, о чем я говорю. Всякие ситуации бывают. Но пока не доказано обратно, я утверждаю. И это первая случайность, необычность. И плюс я уже объяснил на сеансе, это будет видно, что когда человек приходит, он первое к доктору условно, если параллели проводить, он рассказывает все симптомы, этот никаких симптомов не рассказал. Но условно, если к доктору приходит под видом клиента вор или убийца, неважно, а убить на тонком плане, сломать психику, означает и смерть на физике, вопрос времени. Так вот, если приходит к доктору убийца, может ли он с камеры видеонаблюдения информацию дать органам? Либо рассказать другим, что вот этот человек вот это сделал, чтобы не попадались и не страдали другие доктора? Я думаю, может и даже обязан, Паша. И вот это именно тот случай, не то, что ты хочешь передернуть там и соврать в очередной раз, сказав, что я это уже сделал год назад. Вранье сплошное, Паша, которое ты мне приписываешь, то, чего не было. Это именно тот случай, где мы третий сеанс, уже со мной, я лично взял на себя ответственность и выложил, дав комментарий определенный. человек пытался нас взломать, не говоря симптомы, наоборот, скрывая, закрываясь. Ничего абсолютно, потому что я роевое сознание-то отрубил у него, а индивидуальное ничего не говорило. И когда там пробивалось таки роевое, он иногда эти вещи говорил от имени всего роя. И мы с ним общались именно как с роем. Если бы ты посмотрел этот сеанс, ты бы понял, что произошло и не защищал бы его. А сейчас ты докопался, из контекста вычленивал одну вещь, то, что не было его согласия. Так, согласие человека нужно, а не роя. В данном случае мы с другими имели дело. И если будет нормальный пациент, к доктору пришел, вообще проблем бы не было. А тут другой случай. Тут тот случай, что нужно об этом рассказать, чтобы другие не страдали. И вот конкретный пример того, что иногда происходит. С тобой-то этого не происходит. Ты нахер никому не нужен, Паш. А вот мону постоянно многие пытаются взломать. И тут уже не заявлять в органы правопорядка, скажем так, чтобы и наказали вора, потому что он якобы как клиент пришел. Это бред полный. Если проникают под видом газопроводчиков воры, то это не газопроводчики. И с ними никаких договоренностей, нету. Паша, ты влез, опять же показав в калашный ряд, влез, без понимания сути вещей, не поизучав вопрос. Паша, ты не прав. Игорь, ты не прав. И жду от тебя разоблачений по восьми пунктам, которые я назвал. Можно даже начинать с восьмого разоблачения других блогеров, а лучше начни с разоблачения меня, почему я паранойк. И пункты, по которым стоит начать разоблачение, но я бы на твоем месте начал. Это реальная история, это технологии, это масонство, это манипуляция сознанием через ролики и клипы. В чем ты специалист? И объясни, в чем не прав. Ты же знаешь про Милтонский, эриксоновский гипноз и всякий, кто знает, как расшифровывается на ЛПИ, видит твою работу, видит просто суперпрофессионализм, который, правда, часто обламывается, не всегда срабатывает и так далее, и тому подобное. Игорь, ты сказал А, говори Б. Я жду от тебя вот этих роликов. Ну, а для тех, кто еще не устал от всего этого, хотя я уже сам устал от всего этого, говна от этих двух типов на меня вываленного, я сейчас залью все-таки, или чуть позже, но я залью и выложу. Ну, не стоит пачкать там ВК, УК, я думаю, просто на Рамбл я залью видео с этим Александром, кто хочет, на моем канале в Рамбл, или попрошу выложить, ну, в общем, где-то это будет выложено. Я попрошу выложить в Рамбл сеанс с Александром, да, без его согласия, но я и в сеансе, и сейчас уже объяснил, почему без его согласия. И докапываться и делать из меня монстра только потому, что я не спросил согласия условно вора, который под видом клиента пришел к доктору, ну, это условная ситуация, да, я не называю его вором, опять же, просто говорю, что он не тот, за кого выдаёт себя, и я объясняю, почему. Он, как Игорь, ни разу не масон, просто рядом стоял, и то, что там вся масонская атрибутика, это вот молоточек, кирка, там, мастеров, еще что-то, а это просто совпадение, закатное солнце, там, и прочее. Ну, так совпало, бывает. Наверное, есть клиенты, которые готовы, он там за два часа не с кирпичей уложил, то есть дом бы он построил такими темпами года за два, я думаю. Наверное, есть такие клиенты, он говорит, что он профессионал, он много-много, он там еще много говорит, что он больше, больше, чем я книг прочитал, это человек с фасоской аспирантурой, который, ну, неважно, и так далее. В общем, кто хочет еще покопаться, поразбираться в сорта говна, пожалуйста. А с этим, вот с этой вот кучкой, я думаю, достаточно. Так что, всем добра, спасибо за внимание, а от Игоря жду конкретных действий, иначе он вечно в моем сознании останется балаболкой, ни разу не масонской, не иудейской балаболкой. Добра. И смотрим канал, потому что все интересное только начинается, и ничто, даже такие какашки, не могут отменить грядущее. Всем пока.